Алина Росомахина прилетела во Владивосток после чемпионата по пауэрлифтингу в Дании, где установила мировой рекорд и два рекорда Европы. Возвращение могло быть триумфальным, но почему-то было скромным. К сожалению, Алину и ее тренера никто не встретил, кроме съемочной группы ОТВ. Как сильная девочка на перекладных возвращается домой, расскажет Павел Зайцев. Юную чемпионку из Дальнегорска не видно за спинами именитых фигуристов. Она идет в окружении Дробязко, Тихонова, Петровой. Может сложиться ложное впечатление, что миниатюрная приморская спортсменка тоже занимается фигурным катанием. Нет, Алина в свои 15 рекордсменка мира по пауэрлифтингу. Многие люди говорят, что это не женский спорт. Когда мы приезжаем на соревнования, она своими глазами видит. Девочки стройные, красивые все, самые сильные в мире рекордсмерки мировые. Они очень нормальные. По ним никогда в жизни ты не скажешь, что человек занимается тяжелой атлетикой. И можно сказать, что она художественной гимнастикой занимается. Алина Росомахина воспитанница Центра содействия семейному устройству или, как говорили раньше, детского дома. Пауэрлифтингом или классическим троеборьем занимается 4 года. За плечами уже победы всероссийских первенств, титул абсолютной чемпионки. И завоеванная путевка в Данию. В городе Тистед проходило европейское первенство по пауэрлифтингу, на котором Алина взяла золотую медаль в приседаниях, золотую медаль в жиме лежа и золото в становой тяге с рекордами мира и Европы. Сама девочка больше вспоминает не их, а то, как удалось побывать в живописных местах датского королевства. Мы там начали гулять, там по морю, потом в Тистеде уже. Там встретили тюленя, все пофотографировались, он с нами там поиграл в Копенгагене, и там мы нам провели экскурсию. Нам рассказывали про статую у них, там знаменитая русалочка на воде. В становой тяге Алина подняла вес 111 килограммов, почти втрое больше своей массы. Алина весит 43, рекорд мира. До него еще нужно было добраться, в прямом смысле. Чтобы отправиться на турниры с высоким статусом, нужно сначала 10 часов ехать до Владивостока, затем час в Кневичи. Алине интересно, пока она старается не обращать на трудности внимания. Бывает там где-нибудь в автобусе так же ехать, бывает укачивать, но пытаюсь заснуть, чтобы было полегче. Сейчас девочке не терпится поскорее попасть домой, чтобы увидеться с мамой и младшими сестрами, показать медали и рассказать о русалочке на далеком датском берегу. Павел Зайцев, Анатолий Барышников, Панорама.